Приветствую, друзья мои, любители вкусного и интересного. Наступила осень, а осень у нас сезон мяса. Первым делом вот ко мне попали на стол в новом сезоне утки. Привез мне их товарищ и решил я сделать кое-что интересное. Не абы как, а традиционно в автоклаве, чтобы сохранить много вкусного, полезного, замечательного и великолепного мяса в зиму. На канале уже есть ролик по утиной тушенке. Сейчас будет здесь вот где-нибудь ссылочка выпадет и в описании на этот ролик будет непременно ссылка. Посмотрите. Все основные моменты там указаны. Но сегодня я покажу вам, как и обещал, что-то интересное. Утку разделываю обычно, то есть я первым делом удаляю гуску. Я ее не люблю, я ее не ем. Тушенки все я делаю без кости, как я и говорил. На кости мне тушенка не нравится. То есть вот это вот я отдам котам. Если вы хотите здесь собирать что-то с гуски, то смотрите. Я уже в том ролике показывал. Есть железы, из которых выделяет утка секрет, которым смазывается, чтобы хорошо плавать, не мокнуть. Но вот запах этих желез такой очень сильный, очень насыщенный. Поэтому я всем советую эти железы непременно удалять. Выкидываем. А дальше берем что? Все просто. Утки не так и многое можно взять. Это первым делом, конечно же, самое деликатесное, самое чудесное, самая замечательная ее часть. Это утиная грудка. Вырезаем, зачищаем остатки мяса с кости, чтобы они пошли тоже у нас в дело. То есть вот она. Утиная грудочка. Можно ее, конечно же, зажарить, сделать вкусной, замечательной. Но сейчас стоит другая задача. Сейчас я буду делать тушенку. И так вот, не спеша, я сейчас всех уток, какие у меня есть, разделаю. Скоро увидимся. Ну и после того, как мясо снится с каркаса, я нарезаю небольшими кусками. Грамм по 30-40 вместе с кожей. Вот в отличие от курицы, у утки я нарезаю ее всегда с кожей. Кожа у утки достаточно вкусная, в ней много жира, такая смачная она. То есть и она делает блюдо только-только лучше. Все, в принципе, как на обычную тушенку. Утиная тушенка, это вообще, друзья мои, особенно у кого есть своя птица, это неимоверно вкусный. И настоятельно рекомендую вам заготавливать ее в зиму. Ну, вот они, вот самый такой типичный хороший кусочек. Вот они. Соли, обычной морской соли, 1%. Солю я всегда в массе, любое мясо на тушенку. То есть присолил, перемешал, дал постоять. Оно немного просолится, соль равномерно распределится за тот период, пока мы сейчас будем готовить банки и остальные наши секретные ингредиенты. Ну, а с чем желудка лучше всего сочетается? Конечно же, с яблоками. У меня вот, к сожалению, Антоновка, посмотрите, какая смешная, вся очень мелкая в этом году. Но при этом она очень-очень ароматная, душистая, настоящая Антоновка. Придется сейчас мне немножко помучиться, потому что яблоки мелкие. Буду их чистить от косточек, от кожуры и нарежу небольшими кусочками. Антоновку я буду добавлять 10% от веса мяса. Я подготовил банки, все ингредиенты у меня готовы. Теперь я в каждую банку кладу по небольшому кусочку лаврового листа. Посмотрите, у меня какой хороший лавровый лист. То есть, вот они темные, без всяких там пятен, не выгоревшие. Он очень ароматный, не дает никакой ни горчинки, ничего лишнего. Так что следите, друзья мои, как я постоянно вам говорю, за качеством ингредиентов, которые вы отправляете в ваши кулинарные шедевры. И будет вам счастье. Лаврушка в банках. Теперь добавляем по 3-4 горошинки перца в каждую банку. И после этого я положу на дно банок яблоки. 10% от веса мяса. Если, допустим, это будет банка у вас 450-500 граммовая, то, соответственно, 40 грамм пойдет у меня яблок. Что нам дадут яблоки в тушенке из утки? Все мы знаем, что запекать очень вкусно утку с яблоком. И когда будем делать тушенку, произойдет что? Утиный жир, утиный сок будет стекать вниз банки. Именно на дно я выкладываю наши яблочки. И после этого он смешается с яблоком. Яблоки растушатся за время приготовления до состояния пюре. И внизу у нас получится такой очень классный, замечательный соус. Из утиного жира, утиного сока и яблок. Обязательно, когда будете есть этим соусом, поливайте гарнир. Будь то рис, либо картофель, либо с чем вы, с чем, друзья мои, предпочитаете есть утятину. Все готово. Начинаем закладывать мясо. Ну что ж, все у нас уже в банках, упаковано. И теперь будем закрывать крышками. Как я уже неоднократно говорил, я использую твист-крышку. На ее поверхности, видите, вот есть ободок такой резиновый. И для того, чтобы ободок стал мягким и крышка хорошо закрылась, плотно сработала, я сейчас 60 секунд подержу ее в кипятке. После этого закрою. Я это буду делать не для стерилизации, а именно для эффективной работы вот этой вот резиночки. Ну что ж, теперь уже встретимся у автоклава, друзья. И вот наша будущая тушенка из утки с яблоками Антоновкой. В автоклаве не хватило мне до полной загрузки одной банки, но не стал из-за одной банки разделывать целую утку. Ничего страшного. Отправляю на стандартный режим стерилизации для птицы. 35 минут, 113 градусов. Все. Зима будет вкусной, зима будет сытной. Скоро увидимся, друзья. И вот, досталось из автоклава. Тушенка готова. Красивая, чудесная, замечательная. И очень-очень будет она вкусная. Смотрите, вот если размешать банку, то уже от яблок ничего не остается. Видите, такой вот мутный-мутный соус получается. Из яблок и утиного жира. Очень-очень вкусный. Полить им гарнир. Будет просто великолепно. Пробуйте, друзья, и да пребудет с вами кулинарная сила. А еще тут у меня поспела тушеночка барбекю. Просто вообще бомба. Но это уже будет совсем другая история. Постараюсь в следующий раз, как буду партию делать, снять для вас отдельный ролик по этой тушенке. Уж больно она вкусна получается. Ну и в завершении хотел сказать, предвидю кучу вопросов. На канале есть ролики с морем других видов тушенки. И свинина, и говядина, есть и просто утка. Очень много интересных рецептов. Заходите в плейлист «Консервация». Смотрите, там все подробно рассказано. Есть и истории тушенки, и особенности приготовления. Много-много интересного. Поэтому лишний раз повторяться в этом ролике я не стал. Также, кому интересно, какой у меня автоклав, вот он мой красавчик. Автоклав-консерватор, обзор на него тоже на канале имеется. Вы не забудьте поставить лайк, друзья, и написать комментарий, понравился ли вам такой рецепт тушенки. Чем больше ваших лайков и комментариев, тем больше с меня интересных и необычных рецептов. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok